То, что Игорь Винявский арестован, это очень неприятный факт, в высшей степени неприятный, потому что в отличие, скажем, от Сергепова, который был арестован за разглашение государственных секретов и реально был виноват, и он действительно, Винявский, является и журналистом, и главным редактором. Я помню, это было в марте 2006 года, я тогда министром культуры и информации работал. Мы тогда регистрировали газету «Взгляд», и я тогда еще с того времени его знаю. Мне, может, не нравится его содержательная, там, редакционная политика, его статьи, все, что он пишет, но, как говорил Вольтер, за право высказать свою точку зрения я готов отдать жизни, это слова Вольтера знаменитые. Поэтому мне лично все это в высшей степени неприятно. Вы правильно говорите? Международные правовые и защитные организации и прочие будут выступать. Они уже выступают и так далее. Поэтому, с учетом, я не знаю, по Козлову, потому что он ранее привлекался и так далее. А что касается Винявского, поскольку он журналист же, он первый раз, так сказать, попал в эту неприятную историю и прочее. Я бы считал подойти здесь гуманно, к нему лично, так сказать, к журналисту, если там речь идет о какой-то незаконной листовочной продукции, в которую он был замешан. Все-таки подойти к гуманно, я думаю, и надеюсь, во всяком случае, что он будет на свободе и будет издавать свою газету. Если прагматично даже подойти к этой газете, у него тираж там 20 или 25 тысяч. Тираж, она никакой, так скажем там, угрозы не представляет. Почему? Потому что... Помните знаменитые слова Томаса Джефферсона, когда он говорил, что я выступаю даже за право газет на клевету? Ну, лишь бы они, как говорится, выходили, да? Вот. Я дал жесткие и нелицеприятные оценки не Винявскому, а одному журналисту, который использовал фактор Жаназеня в своей статье под названием, что Жаназеня — это хатынь по-казахстански. Он сравнил действующий режим с нацистским режимом в Германии, что это вот фашистская Германия, да, что это геноцид, намеренный по убийству людей и так далее. То есть, вы знаете, эта статья у меня лично вызвала омерзение, поэтому я дал очень жесткие оценки именно этой статье. Имею право, как говорится, да? Вот. Поэтому журналисты тоже должны привыкнуть к тому, что если кому-то не нравится чья-то статья, он может высказать свое мнение об этой статье. И в этом нет ничего предосудительного. Я надеюсь, что по Винявскому, по главному редактору, по журналисту, все-таки будет принято правильное решение с учетом того, что, еще раз повторяю, это было его первое там нарушение закона. Я думаю, он уже достаточно уже наказан с точки зрения задержания. Он может продолжать свою, скажем так, редакционную политику, но мой совет на будущее ему, я надеюсь, что он приступит в скором будущем к работе, все-таки очень надеюсь, просто объективную достоверную информацию давать. Ну, если ты пишешь о Жанозене, ради бога, пиши, но почему ты ни разу не указал в газете, сколько зданий было разграблено, что здание Акимата сожжено, что нападали на сотрудников правоохранительных органов, там, забирали табельное оружие. 35 сотрудников пострадали реально, физически, понимаете, да, банкоматы были разграблены, что это действительно были организаторы и защищники, они реально преступники, они задержаны. Ведь об этом абсолютно ни слова, и получается крайне односторонний подход, если хотите, вот, и Конституция, и закон о средствах массовой информации в данном случае нарушается. Почему? Потому что граждане имеют право на получение информации, так написано в Конституции. А если эта информация однобока, односторонняя, то получается, революцию готовят одни, делают ее другие, а плодами воспользуются третьи. Надо думать все время о том, правильно ли мы информируем население, объективно и достоверно. Это тоже важный момент. Но это не относится, в данном случае, к задержанию Винявского, у комитета национальной безопасности и прокуратура, которая санкционировала, у них есть свои к нему претензии, которые, я надеюсь, будут устранены. То есть компромисс, в принципе, возможен? Очень важно, потому что, вы правильно сказали, он главный редактор, он журналист, и это будет в высшей степени, ну, как вам сказать, ну, международная правовая и защитная организация, они же не будут обращать внимание на все эти нюансы. Сам факт, что главный редактор газеты задержан по этому факту, у КНБ нет абсолютно никаких претензий к его журналистской деятельности, к его редакционной политике. Газета выходит, и пусть выходит.